С русским языком можно творить чудеса. Константин Паустовский. Здравствуйте, дорогие ребята! Я приветствую вас на уроке русского языка. Предлагаю поработать так, чтобы мы получили от урока удовлетворение. Прочитайте слова. Булочки, пекарь, калачи, зерно, ватрушка, тесто, мука, хлебороб. Что общего во всех этих словах? Это имена существительные. А что мы уже знаем про имя существительное? Имя существительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто» или «что». Имеет форму единственного и множественного числа. Имеет постоянные признаки – одушевлённое или неодушевлённое, собственное или нарицательное. И ещё одну тайну об имени существительном мы сегодня с вами раскроем. Вы уже знаете грамматические признаки имён существительных, но это ещё не всё. Прежде чем открыть тайну, повторим то, что знаем. Булочки, пекарь, калачи, зерно, ватрушка, тесто, мука, хлебороб. Разделите эти слова на группы по одному из признаков имени существительного. Имена существительные можно разделить на две группы. Слова, которые обозначают одушевлённые предметы и неодушевлённые предметы. Первая группа – хлебороб, пекарь. Вторая группа – булочки, зерно, плюшка, ватрушка, тесто, мука. По какому ещё признаку можно разделить эти слова? Конечно, имена существительные можно разделить ещё на другие две группы. По числу имён существительных. Единственное и множественное число. Единственное число – пекарь, зерно, ватрушка, тесто, мука, хлебороб. Множественное число – булочки, калачи. Прочитайте слова. Река, Волга, город, Бишкек, озеро, Байкал, улица, Горького. Эти слова тоже разделим на две группы. По какому признаку можно разделить эти слова? Правильно, нарицательные и собственные имена существительные. Назовите нарицательные имена существительные. Река, город, озеро, улица. А какие имена существительные будут собственными? Волга, Бишкек, Байкал, Горького. Молодцы, ребята. Мы с вами уже сказали, что в русском языке очень много тайн, в том числе и у имени существительного. Наша задача – раскрыть еще одну тайну и дополнить знания о данной части речи. А на помощь нам придет ребус. Разгадайте его. Вставьте пропущенные буквы. Какое слово у нас получилось? Правильно, это слово род. Что такое род? Род – это семья, родня, люди, связанные кровными узами. А имеет ли существительный род? Это нам предстоит узнать. Тема нашего урока – род имен существительных. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с понятием рода имен существительных и научимся определять род имен существительных. Прослушайте сказку об имени существительным. Давным-давно имя существительное путал своих родственников, так как они были очень похожи. Однажды он издал указ. Кто узнает секрет, как различить слова пекарь, зерно, ватрушка, тесто, мука, хлебороб, тот будет награжден. Услышали про это муж и жена из другого города. Муж набрал слова и сказал, пусть они будут мои. Жена набрала слова себе и сказала, они будут мои. А все остальные слова остались на серединке, лишние. Пришли они к существительному и говорят, вот ключ к нашим словам. И муж говорит, он мой. А вот ключ к моим словам, говорит жена, она моя. Как назвать род слов мужа? Правильно, мужской род. А род слов жены? Правильно, женский род. А как назвать род слов, которые остались посередине? Правильно, средний род. Какой ключ к этим словам? Оно моё. С тех пор существительное не путает род, потому что оно знает секрет определения рода имени существительного. Давайте и мы с вами закрепим этот секрет. Заполним таблицу. В первый столбик запишем слова, которым можно подставить слова помощники «он мой». Во второй столбик «она моя». В третий «оно моё». Проверьте правильность выполненной работы. Распределив имена существительные по трем группам, мы распределили их по родам. Род – это грамматический признак имени существительного. В русском языке три рода – мужской, женский и средний. Посмотрите на таблицу и сделайте вывод о том, как определить род имени существительного. Если к существительному подставить слово помощник «он мой», то это имя существительное мужского рода. Если «она моя» – женского рода, если «оно моё» – среднего рода. На письме мужской, женский и средний род обозначаются такими буквами. МР, ЖР и СР. Составим алгоритм определения рода имени существительного. Первый шаг. Ставим существительное в начальную форму. Второй шаг. Заменяем имя существительное одним из местоимений «он», «она», «оно». И третий шаг. Определяем род имени существительного. Если сложно, то будем обращаться к словарю. А чтобы легче было запомнить правило, я вам предлагаю вот такое стихотворение. Женский род запомню я и скажу «она моя». И запомню род мужской и опять скажу «он мой». Средний род «оно моё». Это правило «моё». Повторите ещё раз, с помощью каких слов мы смогли определить род имён существительных. Как вы думаете, может ли имя существительное изменить свой род? Проверьте это на любом слове. Что получилось? Какой вывод вы сделали? Правильно. По родам существительные не изменяются. Каждая существительная может быть только мужского, женского или среднего рода. Но, внимание, ребята, есть существительные родовую принадлежность, которых надо запомнить. Это слова, которые пришли из других языков, то есть заимствованные слова. В русском языке заимствованные слова сохраняют род, который они имели в иностранном языке. В русском языке есть существительные общего рода. Эти существительные в зависимости от конкретных обстоятельств могут выступать то, как существительные мужского рода, какой мальчик злюка, то, как существительные женского рода, какая девочка злюка. Чаще всего такие слова дают эмоциональную окраску нашей речи. Сделаем вывод. Все существительные за незначительным исключением относятся к одному из трёх родов – мужскому, женскому или среднему роду. Существительные не изменяются по родам. Род – это постоянный морфологический признак имени существительного. Предлагаю вам проверить полученные знания. Самостоятельно определите род имен существительных. Добро, радость, дерево, море, одеяло, папа, яблоня, лисица, рояль, облако, школа, дом, сад, лестница, цветок. Давайте немного поиграем. Найдите лишнее слово и обоснуйте свой ответ, почему это слово будет лишнее. Проверьте себя. Я думаю, вы справились с этим заданием. А сейчас проведём работу по картинкам. Определите род существительных. Запишите слова в три группы, соответственно, их родовой принадлежности. Проверьте себя. К мужскому роду относятся слова Распределите данные существительные по родам. Проверьте себя. Какие существительные у вас остались? Конечно, это существительные плакса и неряха. А почему? Это существительные общего рода. Их родовая принадлежность определяется только в контексте. К данным именам существительным подберите близкие по значению имена существительные. Укажите род этих существительных. А теперь проверьте себя. Не забудьте указать род имен существительных. Наш урок подошёл к концу. Мы с вами узнали ещё об одной тайне имени существительного. Как определить род имени существительного. Молодцы, ребята! Я думаю, вам всё ясно и понятно. Вы хорошо поработали на уроке. Подведём итог урока. На уроке вы узнали, научились и можете. Закончите фразу. Оцените уровень своей успешности. Рядом с каждой буквой слова «РОТ» запишите прилагательные. Какое настроение у вас осталось после нашего урока? Р – радостная, одухотворённая, довольная. Прослушайте творческое домашнее задание. Предлагаю вам устроить баттл по русскому языку со своим другом или подругой. Кто из вас назовёт как можно больше существительных определённого рода? Я благодарю всех за внимание. Спасибо за урок. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...